здравия всем я этот ролик уже переписываю четвертый раз звуковая дорожка все время погибает поэтому уже пятый раз сил нету переписывать извините за качество для тех кто положительно ко мне относится будет все очень замечательно максимально приятного просмотра здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров харькове 20 часов 10 минут 23 0 9 2016 года спешу жить до на ображайтесь будь ласка так треба быстренько быстренько все выдавать выдавать это сам очередную тайну раскрыл дольмены и кстати вчера пытался записать это открытие но есть ролик может быть как-нибудь прикреплю заготовки рабочие этому материалу ролик дольмены не давался не давался я и круть верь и верь круть но ничего не получалось причем я сейчас получается как у меня всегда была схема записал ролик доведи его до ума а я получается как бы с утра записал один ролик не довел дома быстро пишу фонограмму то есть не до жиру быть бы живым то есть получается я уже начинаю на микрофон наговаривать без без особого монтажа и когда действительно дорогие мои уважаемые слушатели и зрители тайна дольменов раскрыта мной значит так дольмены это самые обыкновенные чилины и убьи вот мне нравилось наблюдать за вот этими исследователями дольмены это телепорт дольмены это усыпание дольмены это могилы ой что только угодно но только не неверное положение вещей ну самые обыкновенные пчелиные улей а шо делать только не могли бы даже предположить что какой-то промежуток времени назад грамотные пчеловоды чтоб от тех мишек тех веков защитить свое добро мед ставили вот такие каменные спороды сейчас мишка придет до пасечнику и с легкостью подковырнет лапой крышечку вот я сам лично когда жил в тихого океана это этом поломные задут меня вопрос вы куда-нибудь ездили вы еще нибудь видели меня жил в тихого океана несколько лет неделю возле атлантического 2 года возле тихого вот там мишки такие хитрые они когда рыба на нерест идет они лапы такие подбивают вверх когтям пузо спарует и языком икру поэтому мишки во все времена ой давайте вам анекдот расскажу жили в лесу маленькие мишки ну не мишки а смысл мыши мышки 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 мишки все их обижали зайцы обижали волк обижали лиса обижали мишки мишки плакали 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 все нас обижают волки обижают лиса обижают мишки думали думали все нас обижают и пошли они мудрой совет одна из мишек мышек предложила давайте пойдем к мудрой сове день шли два шли три шли недели шли пришли совет мудрая сова вся насажают зайца обижают волки обижают лисы обижают маленьких мишек и даже белки обижают сова тут подумала тут подумала да слушайте мышки так вам надо стать ежикими о спасибо мудрая сова пошли мишки день шли-два шли смотрились мишки и говорят вах как же нам стать то ежиками и пошли мишки обратно день шли и дважды пришли мудрый сыграть мудрая сова как нам стать ежиками сова тут подумала тут подумала слушайте мишки для стратегические вопросы не решаю такие вот как это мудрая сова вот это не надо мне просить у меня доказательств я стратегические вопросы не решаю я сообщаю делюсь с истинным положением вещей а там уже пожалуйста думаете сами решайте сами не иметь разошелся что подальмены забыл ну что там про дольмены что угодно придумали кстати да если не поленюсь ставлю даже современные жители то влазят современные дольмены то есть пчелиные ульи на самом деле это панацея да можно в дольменах как многие женщины сейчас рожают можно в дольменах излечиваться а почему да потому что да потому что советский божественный фильм красная шапочка да потому что вот интересный человек опускается вот такие москитные сетки там тоже самое и здесь теперь два часа сна это восемь часов прорабатывается а здесь вот четыре улика не пропустил углемодный анализ сделайте там и если вы специалисты это специально перековерку и слова не углеродные углемодный слово угнетенная мода ну дурачусь все лучше представьте там несколько тысяч лет назад жили люди превышающие нас в росте там несколько метров до технологиями ну что для них соорудить даже вот есть уважаемые следователи очень симпатичен николай субботин кстати когда-то хотел скринами удивить есть такой рисунок леонардо дикаприо после его того легендарного фильма где он с медведем дерется если взять это мой уважаемого человека николая субботина и сравнить с этой фоткой но принципе не фотка я там очень похожи два человека вообще дикаприо конечно ас кинематографе это как роберт де нира мастер перевоплощения кстати у меня вообще на самом деле вот у меня всегда отождествляют с какими там сотовыми землями а у меня вообще диапазон очень огромный и увлечение очень много там кино там меломании вообще у меня как бы всю жизнь разносторонне развит я не зациклен ни на чем на одном у меня предпочтение вы знаете дорогие мои уважаемые слушатели и зрителей как к огромной амплитуде всевозможных ракурсов меня часто в комментариях критикуют за скудоумие моего языка это напрасно и не могу себе позволить выпендриваться конечно же я могу общаться как этих злобные ученые выстраивать всевозможные параболы эпитеты тангенсы катангенсы и разрисовывать все замудренными словами ну зачем вот это выпендрешь ведь лучше же как лучше просто говорить обыкновенной речи как бы то вот вы там со мной встретились бы да там я там с вами пообщался но зачем вот это скудная речь это у вас скудная речь те кто меня критикуют потому что максимум вы можете под левым ником без фотографии написать какой-нибудь комментарий любой из-за злобы шоу в реальном мире бы даже не посмел бы мне лицом к лицу сказать то что вы пишите ладно хватит от это на потребство идем дальше быстренько раскрываем все тайны так там дольминов раскрыли это пчелиные улии которых жили гигантские пчелы сошкребите со стенок если ваша технология позволит распознать что на стенках было конечно потом уже и хоронили это я не отрицаю и даже можно и сейчас это дольмины залазить и это самое оздоровляться вы помните какие были и они были среди сушу только что сказал вы помните были гигантские стрекозы а мы все это помним были и пчелы это когда-то жили тоже гигантские пчелы для которой наши клетки были а из соседних сот добрые жители строили дольмены у любого пчеловода просто спросите конфигурацию улья и и дольмена и все станет на свои места а то там что-то придумают такую чепуху смешно так дольмена мертельная раскрыта хватит воду в ступе толчить эти вода в ступе все из вас знают что это наши предки брали такую деревянную без подбора слов смысл передаю неважно там как она называлась главное происходило и накидывали туда трав лечебных наливали родниковой воды и ступкой в этом лечке эту траву сорняковой водой перемешивали перетирали воду ступке толкли и это вода как бы живая была она еще жива если правильно потолки даже хороший был пример что жила семья там они делали лекарства потом лекарства потеряли свою силу потому что мужа его жена ушла в мир иной и и потом до дочь как бы переняла видно волшебство мамочки мамы и выяснилось что лекарства травы они не сами по себе сильны а сила в том кто их приготавливает почему многочисленные друзья за 20 лет нахваливают мой чай я делаю все как все заварка сахар кипяток но мой чай отличается от всех он волшебный даже я сам его когда пью понимаешь и чай конечно он гениально иногда приходит грустные письма связаны со здоровьем я не из тех которые говорят излечу помогу основном шарлатаны пользуются доверием людей дабы вымануть нехорошие и современная медицина правильно говорит серии тарасов кроме хирургов экономист нужно молиться наши современные спасители спасатели пожарные пришивают чтобы а все остальное нашу но лучше не болеть а знаете что делать чтобы не болеть даже сам не знаю знаю нести добро окружающих нас людям даже если очень тяжело для себя это делать а для нас потомки белых богов великий рот великий рой как себя мы идем во что мы превратились почему мы почему мы такие стали даже мысли у нас даже если у нас порой прям как користь и т.д. ладненько так разошелся хороший вопрос какой резон вставлять фильмы зерна истины зерна истины фильмы вставляют не не наши оккупанты наши светлые иерархи это происходит так сидит режиссер и к нему подходит незаметно со спины наш светлый иерарх и с помощью назовем условно гипноза просто передает осколок истинного положения вещей поэтому фильмах не эти двоечники масоны я я с них улыбаюсь нити двоечники масон информацию между собой а наши светлые иерархи где масон это знаете это мне напоминает там и секта это черепа или какого-то армонда шварценеггера тоже на пальцах перстень до этот костей черепа ли там был был такой эпизод когда он танцевал сынка была малахова ли михеева ей уже их фиг разберешь там их толпы бегают кто они такие зачем приходит шо говорят вот и когда это михеева с ним станцевал она в конце давайте поклонимся или поклонимся если этот момент отмотать или шварценеггер просто понимаешь но он же череп с кости как он может кланяться а михеева это или что-то в этом роде снесла это на незнание языка да все там знание просто шварца приняли куднув нам спасибо большое а теперь поклон этих именитых людей всегда принимают в титрах напишут тоже зашел галион там великий каратист это всех принимает то в одну тайную секту то в другую там масоны и они там что-то писюльками своими обменяются через фильмы вы как все секретно знаете как у тут детки которые в школе там записочками да мы уже про вас все знаем чего вы там снимаете высокобюжетные фильмы чтобы австралийские масоны узнали что думает американский нам начать что вы думаете потому что вы вы клопики вы вообще ничего не знаете не знаете как мир это я к масонам обращаюсь устроен не знаете элементарных вещей вы играете в бирюль и и весело хихики вот мы такие умные скрываем тайны от всей планеты до шоу там скрываете вы скорее вообще ничего не можете так стать эти секты созданы всякие там масоны черепа и кости и другая всякая хрень для того чтобы отвлечь внимание от истинных кукловодов а если кукловоды вот я посмотрел одну лекцию женщина конечно добрая но бы не хотелось ее разбивать в пух и прах шутит или не понимает что будет людей заблуждение насчет того что наша сота в оккупации реально ей руководят сущности разного порядка там те же рептилоиды и те же аннунаки и так далее это не важно как они называются вон нашу жизнь становится грустнее и и на становится меньше не мне вот я уже обратил внимание что у меня есть определенный для себя зазор поделиться а дальше уже просто не знаю это сил не хватает или хватает а может так и нужно помнить у высоцкого была песня когда бегуна на длинную дистанцию заставили бежать на короткую десять тысяч и всего один забег а я увлекся пробежал всего лишь круг испекся подвела ведь я предупреждал дыхалка пробежал всего лишь круг и упала жалко так вот я лучше по чуть-чуть нежели там два часа что-то размышлять там что-то рассказывать вот там силы лучи небесные вечные странники хотя кстати подготовился возможно это войдет в следующий ролик я уже в детстве говорил списательно буду писать сейчас последнее время больше душевного нежели информативно ночью тяжело жизнь разведчика никто не говорил что будет легко завершение говорить главное важно как бы не было чтобы там не было наша планета на самом деле миллиарды раз больше на ней присутствует сотни тысячи земель мой коллега сережа тарасова одной из лекций и патуре предположил что я ошибаюсь конечно детали они конечно имеют место быть но если бы на секундочку мне помечтать по спортиву и моих добрых возможностях был бы отличный художник один отличный программист небо удалось бы с помощью 3d модели все-таки показать в деталях как выглядит наша гигантская огромная планета на самом деле а так она принципе не важно нам муравьям главное помнить что нам миллиарды раз больше что за антарктическим кругом новые земли как сегодня спустя 4-5 месяца маме показал своей свой снятый материал что мне родная мамочка спросила у меня она мне задала вопрос слова откуда ты это все знаешь давайте я вам дорогие уважаемые слушатели и зрители задам этот вопрос не тот откуда я это все знаю почему родная мать даже ни малейшего представления не имела что и сын знает это все несмотря на то что мы общаемся постоянно вот на этом разрешите отклониться после этого ролика буду уже спешить новый писать теперь уже надо быстренько как стахановить дрык шмык шмык дрык писать 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 я понимаю что разлагольство но сейчас уже даже если просто 90 так четверток просто писать на камеру на микрофон точнее свои мысли это будет очень аккуратно и правильно а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушали слышали всего доброго дорогие уважаемые слушатели и зрители всем добра с дюжин быть добру спасибо до свидания